Друзья, подошел к концу второй тур. Вчера мы подбивали итоги матчей субботы. Сегодня, собственно говоря, быстренько пробежимся по матчам в воскресенье. 12 поединков, очень много забитых голов было в воскресенье. Много интересных и порой даже неожиданных результатов. И по всем этом вкратце в наших итогах воскресенья. Открывала программу игрового дня матч между командами SK Advocates и Eurobis. На самом деле, оба коллектива прекрасно себя проявили в первом туре. И, собственно говоря, подтвердили статус сильных команд в туре втором. Адвокаты выиграли со счетом 6-4. Это было очень непростое для них противостояние. В составе адвокатов на свой счет записал хитрик Дмитрий Зинкевич, известный. В нашем турнире по выступлениям за коллектив все в форме. Ну и у Евробиса дубль Максим Старожук. Максим, напомню, забил в первом матче 3 гола, в этом 2. Таким образом, у Максима уже 5 голов за 2 матча. 6-4 побеждают адвокаты. В матче золотого дивизиона Керхер проиграл с счетом 3-5 Терафут Тим. Однако, попил немало крови у команды Константин Авдовенко. Терафут Тим был не так-то и просто, как многие, возможно, этого ожидали. У Терафут Тима 2 гола на свой счет записал Олег Касапенко. Конечно же, не ушел без забитого гола Алексей Сорокин. Честно говоря, не помню, когда он последний раз покидал в поле без забитого гола. У Керхера хотелось бы отметить Дмитрия Белецкого. Он оформил дубль и в целом был очень полезен для своего коллектива. 5-3 побеждает Терафут Тим. Хилти и Кунун Ред Стар встречались в матче Суперлиги. Здесь стоит отметить, что в составе обеих команд были, скажем так, пробоины в составе. У Кунун Ред Стар вообще было на начало игры 6 человек. Однако, затем получил травму Алексей Штанько. И практически большую часть поединка Кунун Ред Стар играл в Питером без замен. Не было у ребят Кунделя, не было Витовченко, не было Синдзюка и Старожука. И, собственно говоря, это отразилось на игре команды Кунун Ред Стар. У Хилти в первую очередь отметим отсутствие Сергея Наконечного и Вадима Волкова. Однако, Хилти достаточно уверенно ввел в счете на протяжении всего матча. Любопытно, что по Атагам Цимридзе оформил своего рода хитрик в этом поединке. Два забил в чужие ворота и один в свои. 6-4 побеждает Хилти. Однако, Кунун Ред Стар был близок к камбэку. Казаки и Галаса встречались между собой в золотом дивизионе. На самом деле, игра получилась очень драматичная, местами эмоциональная. Но встречались, на самом деле, достойные друг другу. Команды Галаса победил со счетом 4-2. Однако, проварил, на мой взгляд, первый тайм. В первом тайме Казаки вели с счетом 1-0. Но потом в коллективе Владимира Петрова что-то пошло не так. Таким образом, Галаса во втором тайме переломил ход встречи. И во многом, благодаря дублю Александра Русина, капитан этого коллектива, добыл победу, первую победу в этом сезоне со счетом 4-2. Олдбойс и МФК играли между собой в бронде. Олдбойс большинство любителей нашего турнира считало фаворитом. Считало, наверное, заслуженно. Однако, у Олдбойс не было одного из ключевых игроков этой команды. Алексея Полоска. Олдбойс с Полоском и без него, как правильно многие отметили, это две разные команды. Тем не менее, этот коллектив открыл счет в конце первого тайма. Отметился Павел Бабич. Но во втором тайме МФК забило дважды. Александр Мельник и Андрей Сиренко, которые были капитаном в отсутствии Николая Мацюка. И МФК добывает первую победу в этом сезоне, с чем мы, ребят, и поздравляем. Идем дальше. Медийщики и Монстр сыграли между собой в дивизионе Урбан. После поражения в матче первого тура, многие не уснимали медийщиков всерьез. Однако, эта команда собралась, показала достаточно неплохую игру и победила Монстров 3-2. Причем, отдельно хотелось бы отметить Кирилла Шапаря, галкипера команды медийщиков. Ну, наверное, мне кажется, с два десятка ударов в его ворота он бил так точно. Ну, может быть, даже было больше. В любом случае, медийщики победили 3-2. А Монстры, хотя и весь матч провели на четвергой половине поля, они смогли набрать не единого балла. Централярты Джаст Викторс. Настоящая заруба была в дивизионе Сильвер. Хорошие, добротные, крепкие команды встречались между собой. И, как оказалось, судьбу этого поединка решил единственный забитый гол. В средине первого тайма, второго тайма, простите, отметился местный Филиппо Энзаги. Именно так я называл бы этого футболиста. Дмитрий Ильичук, который снова вовремя оказался на добивании и отправил мяч в ворота Виталия Бучко. Джаст Викторс имел свои моменты, но, тем не менее, их не реализовал. 1-0 Централярт побеждает. С матча в втором Суперлиге Теквит Экспорт встречался с Рваном Кедом. Во-первых, хочется поздравить команду Александра Андреева Рваном Кед с дебютом в Суперлиге. Ребята заслужили это своей игрой в прошлых сезонах. Однако, первый блин, как известно, часто бывает коммон. Так же произошло и в этом матче. Рваном Кед провалил первый тайм, проигрывая по ходу в серии 0-3. И затем немного выровнял игру в тайме втором. Отменился даже Ярослав Резниченко с забитым голом. Но последний забитый мяч был на счету команды Теквит Экспорт. Отметился Максим Миленевский. Много было разговоров в адрес арбитров между собой. У игроков в этом поединке достаточно горячие были последние минуты. Однако, не менее, после игры все пожали друг другу руки. 4-1 побеждает Теквит Экспорт. Столыпин и Днепроем играли между собой в бронзовом дивизионе. Отмечаем возвращение команды Олега Савицкого, команды Столыпин, к нам в чемпионат. Прекрасный первый матч провели ребята. Дважды выигрывали по ходу поединка 1-0 и 2-1. Однако, удержать победу не смогли. В одном из эпизодов вратарь Столыпина Артур Остин парировал пенальти от Максима Сарейдова. Однако, Максим реабилитировался за 3 минуты до финального свистка. Сравнял счет и принес в Днепроем ничью в этом матче. Столыпин, Днепроем 2-2. Да так, естественным фармом, встречались между собой в золотом дивизионе. Один из центральных, один из самых ожидаемых, пожалуй, матчей второго тура в золоте. Матч получился очень результативным, очень интересным. 6-4 победил ДТЭК. Таким образом, 10 забитых голов мы увидели в этой встрече. Систем Фарма дважды находила в себе силы, чтобы отыграться. В одно время даже ребята 2-4 проигрывали, но удалось команде Андрея Литвиненко счет сравнять. Но в конце ДТЭК, скажем так, дожал своих оппонентов. Во многом еще из-за того, что в одном из эпизодов Евгений Ермоленко встретил мяч ворота с Систем Фарма, оформив таким образом автогол. В составе Фармацевтов блистал Олег Романчук. Нету Дороша, но есть Романчук. Романчук оформил в этом матче покер, но набрать чеки этой команде его не позволило. ДТЭК побеждает 6-4. Лагрис и Адалет встречались между собой в дивизионе Урбан. Ну что ж, команда Артура Сологуба, Лагрис, которая в прошлом туре достаточно уверенно победила, играла против коллектива, который первый тур наоборот проиграл. Проиграл с счетом 1-3. Но Адалет превзошел все возможные наши ожидания. На самом деле, хотя у Лагриса и не было двух основных игроков, не было основного голкипера, который был лучшим в прошлом туре дивизиона Урбан, но Адалет просто разобрал на запчасти своих оппонентов, ничего не поделаешь и это абсолютная браунда. 9-2 побеждает Адалет. Хитрик на свой счет записал Толят Белялов, четвертый номер команды Адалет. Ну и, собственно говоря, последний матч игрового дня выдался еще более интересным. ДТК-2 встречался с Сейлс Хабб, кто помнит, Сейлс Хабб в прошлом году выступал в серебряном дивизионе, в этом году они выступают в дивизионе бронзовом, но Сейлс Хабб сейчас и тогда это две разные команды. Сейлс Хабб сейчас прекрасно собирается на игры, Сейлс Хабб имеет великолепный подбор игроков и совсем неудивительно, что Сейлс Хабб дал очень серьезный бой команде ДТК-2. 5-4 побеждает ДТК-2 и победный мяч ДТК-2 забил буквально за две минуты до финального свистка. Победный гол принес команди ДТК Максим Головин. Что хотелось бы сказать еще? В первую очередь два тура уже позади, уже у нас потихонечку вырисовываются фавориты в каждом из дивизионов. Много интересных матчей, много интересных новых игроков у нас в турнире появилось. Но, друзья, лично от себя хотел бы попросить следующее. Естественно, во время игры мы частенько не сдерживаем эмоции, так бывает. Однако помните про то, что все-таки турниры аматорские. Вы приходите сюда в первую очередь для того, чтобы получить удовольствие от любимой игры. На вас смотрят в прямой трестрации. Есть у нас там дети приходят с родителями, с девушками, с женами. Уважайте друг друга в первую очередь. И тогда действительно наш турнир станет еще лучше, еще интереснее и будет прогрессировать вместе с вашими командами. В завершение поблагодарим наших партнеров-спонсоров. Компанию Селект, как технического спонсора нашего турнира. Компанию Реджа, которая, собственно говоря, предоставляет нам прекрасные манежи для проведения чемпионата. Также другие компании, которые нас активно поддерживают. Ну что ж, второй тур позади. Будут у нас еще текстовые обзоры, естественно, видео нарезки матчей. Ну и тогда уже увидимся в третьем туре. До новых встреч. Евгений Кучин был с вами. Кучин вещает итоги матчей воскресенья. Спасибо.